Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы с вами обсудим тему кармы, которая является спорной для многих людей. Но эти споры длятся уже не одно тысячелетие. Тема кармы или предопределенности является такой фундаментальной, краеугольной темой для многих мировых религий, для многих философских учений. И поэтому тема эта достаточно интересна, и что интересно, существует огромное количество мнений, огромное количество споров вокруг этой темы. Поводом для этого разговора стала статья астролога Сахибы Шайкеновой. Вы можете ссылку на ее профиль найти внизу под этим видео. Статья называется «Карма», и Сахиба прислала ее для последнего выпуска нашего журнала «Будь здоров!». Сахиба астролог, а астрология – это одна из древнейших наук. Люди издавна верили в то, что звезды, которые они видят движущимися над собой в строгом порядке, символизируют собой стабильность, то есть определенность, то есть карму. Тогда как окружающий их мир, особенно мир людей, всегда был источником такой неопределенности, сюрпризов и часто неприятных для них. Поэтому люди и верили, что вот эти вот звезды, движущиеся в строгом порядке, они каким-то образом влияют на то предопределение, на тот путь, который человек должен пройти в своей жизни. Ссылка на статью Сахибов находится под этим видео. И там же есть ссылки для тех, кто хочет опубликовать свою статью в нашем журнале. Мы, в общем-то, открыты, мы набираем себе авторов, и если у вас есть что-то интересное, связанное со здоровьем, мы будем рады рассмотреть это для публикации, естественно, в зависимости от его качества. А также там же есть ссылка для тех, кто хочет поставить рекламу в нашем журнале. Журнал распространяется в Торонто и области Большого Торонто. И, конечно, подпишитесь на наш YouTube-канал, если вы еще не подписались, поставьте лайк. И обязательно, обязательно напишите в комментарии, верите вы в карму или нет, и как вы думаете, насколько астрология и вообще предопределенность существует, и насколько она влияет на жизнь людей. Итак, поговорим о том, о чем написано в этой статье. Что определяет жизнь и судьбу каждого из нас? Отвечая на этот вопрос в своей статье «Карма», статьи различают кармические и генетические. Все, что связано с наследственностью, относится к генетическому коду. Характеры, навыки, здоровье и болезни. Когда мы говорим о наследственных заболеваниях, нам следует помнить, что мы наследуем не сами болезни, а именно стволность заболевания. Это относится и к другим сферам жизни. Так можно унаследовать какие-то таланты, дарования. Но развить талант до его проявления зависит уже от самого человека. Есть огромная разница не только в том, с какой генетикой вы родились, но и место, и семья, где вы пришли в этот мир. Согласитесь, есть огромная разница. Родиться где-нибудь, я не знаю, в Сомали, где уже 60 лет идет гражданская война, в семье каких-нибудь алкоголиков, наркоманов. Ну, мы, конечно, вам не рекомендуем рождаться в семье с такой кармой, но тут уже как-то зависит от вашего поведения. Или, например, если ваша карма хорошая, вы можете появиться на свет в какой-нибудь очень приличной стране, например, Канада, Германия, там, Россия, и в заботливой семье с любящими родителями. Есть большая разница, согласитесь. Напишите в комментарии, если вы согласны или не согласны. Кармический код человека – это причина, по которой разную судьбу имеют дети из одной семьи, даже если они близнецы и родились в одно и то же время, имеют одинаковую генетику. Карма человека по астрологии имеет аспектный рисунок и натальную карту. Что такое натальная карта, вы можете больше подробно узнать в этой статье. Натальная карта в целом представляет собой какое-то уникальное расположение планет в момент рождения человека. Согласно которому и происходит реализация его кармы. С точки зрения философии, карма является результатом предыдущих воплощений человека. Так и кармических последствий, событий и поступков, которые произошли у нас в нашей жизни. Представьте, что вы приехали в аэропорт, оставили там машину. И когда вы возвращаетесь из дальнего путешествия, снова садитесь в эту машину. Естественно, это будет та же самая машина. Так и от своих прошлых ошибок убежать нельзя. Их можно, только исправить. Сахиба в своей статье считает, что есть два способа отработать карму. Во-первых, вы можете осознать содержание своей кармы и отработать ее сознательно и добровольно. Понять, в чем ваше содержание кармы, может помочь астрология, а также информация, которую, кстати, мы с удовольствием с вами поделимся. А во-вторых, вы можете ждать, сидите ждать, когда Вселенная пришлет вам тяжелые какие-то условия, обстоятельства, или, например, болезнь, или смерть какого-то близкого человека, чтобы, пройдя через эти испытания, мы отработали эту задолженность именно таким своим, так сказать, искупили грехи, что называется. При этом отрабатывать свою кармическую задолженность мы начинаем уже в детстве. Например, тем, что мы рождаемся в той семье, в которой мы заслужили в предыдущих жизнях, а также место рождения или материальные условия нашего детства. Итак, каждый из нас пришел в эту жизнь с багажом кармы. И это положение наше лучше не усугублять, продолжает совершать какие-то грехи, которые осягощают карму, какие-то нехорошие поступки, причинять, ну, скажем так, зло ближним своим. Вселенная – это очень умная и очень хорошо сбалансированная, отрегулированная система, в которой за все, за все свои поступки приходится платить. Зачастую, если с нами происходит что-то негативное, какие-то плохие обстоятельства, мы говорим, виновата семья, виновата общество, виновата государство, виноват случай. В общем, всегда есть повод свалить вину на кого-то другого. Но на самом деле нет ничьей вины, кроме нашей собственной, в тех ситуациях, в которых мы оказываемся. Может быть, это случилось не в этом нашем воплощении, если мы верим в перевоплощение душ, что это могло случиться в предыдущих воплощениях. Особенно это ясно видно по натальным картам людей, которые рано погибли. Смертью, своей смертью, им обычно приходится скупать какую-то вину за свои поступки в этой жизни или в каких-то предыдущих воплощениях и отрабатывать свой урок души, которая началась еще в предыдущих жизнях. Вот это довольно сложная концепция, но если вы свяжетесь с Сахибой, она вам может более подробно вот это все конституальное объяснить. В общем, самое главное, что вот этих всех тяжелых последствий, всех этих наших неплохих обстоятельств можно избежать более легким путем. Это проанализировать нашу жизнь на любом ее этапе и пройти какую-то добровольную отработку своих грехов, особенно если вам очевидно, что что-то в вашей жизни идет не так. В каких-то трудных обстоятельствах жизни многие обращаются к религии, что является как раз таким же аналогичным способом именно отработка своего кармического состояния при помощи каких-то религиозных процедур. Однако, очень важно жить согласно своему предназначению, не совершая ошибок, не совершая плохих поступков, не поддаваясь искушениям, о которых, может быть, в Святых Писаниях даже не написано, потому что Святые Писания всех религий писались там несколько тысяч лет назад. Но астрология, как наука, которая более динамична, динамична, она уже сейчас более адаптируется к новым каким-то поступкам. Например, астрология рассматривает очень много причин конфликтов в браке. И вот именно несовместимость путей, астрологических путей, согласитесь, может быть отработана, проработана и исправлена при помощи вот ее рекомендаций, ее инсультаций, если вы к ней обратитесь, например, по своим каким-то семейным проблемам. Также вы можете, например, загадывать какие-то желания, делиться со Вселенной своими мечтами, ставить какие-то цели. Все это принесет результат, и Вселенная даст вам то, что вы просите, и даст вам участие свои цели только в одном случае. Есть ли у вас отработанная карма? Если на вас висит какой-то вот этот груст неотработанная карма, если на вас висят какие-то, так сказать, грехи прошлые, то, скорее всего, у вас ничего не получится. И, в общем-то, в этих ситуациях, скорее всего, вам нужна именно консультация специалиста. Поэтому мы рекомендуем вам связаться с Ахидой, поговорить. Она вам, конечно, лучше объяснит вот эти все тонкости, все эти нюансы, о которых она написала в своей статье. Я не специалист по астрологии, я, в общем-то, даже не специалист по вот этим кармическим вещам. Но меня эта статья действительно заинтересовала, и я сам, конечно, стараюсь с ней связаться, и, может быть, мы с ней обсудим мою жизнь так же. В общем-то, хорошо знать, что всегда есть специалисты, которые вам помогают, которые могут воздействовать не только на ваше физическое здоровье, такие как доктора или там физиотерапевты, но и люди, которые могут помочь вам исправить самое главное, что у вас в жизни не ладится, это ваши какие-то психологические проблемы, ваши кармические, то, что называется, проблемы, ваши какие-то неурядицы. Вот именно для этого мы публикуем в статье совершенно разного сроку спектра специалистов, и астрологов, и докторов, и каких-то людей, занимающихся естественным лечением, для того, чтобы вы могли найти себе специалиста, который решит ваши проблемы, которому вы доверяете. Если вы верите в такие вот карму, если вы верите в предназначение людей, то, конечно, мы рекомендуем вам обратиться по контактам, которые вы найдете под этой ссылкой. А если вы не верите, то мы будем рады, чтобы вы об этом написали, поспорьте, давайте подискутируем эту тему. Это, на самом деле, достаточно интересная тема для дискуссий. Как вы знаете, в дискуссии уже ведутся несколько тысячелетий на эту тему, и, как сказать, точку, окончательную точку, одни люди верят в карму, другие не верят, и никто не может сказать, правда это или нет. Но если вы верите, то почему бы и нет. Главное, чтобы результат был такой, что люди совершали меньше плохих поступков, чтобы люди стремились к добру, к счастью и к своему физическому здоровью. Поэтому, если вы еще не подписались на наш канал, обязательно подпишитесь на него и напишите в комментариях, что вы об этом думаете. Мы ждем вас в следующих видео. Всего вам хорошего, будьте здоровы!